Новые слова появляются, старые выходят из обороты и остаются в истории. В Мариинской гимназии провели первый урок, посвященный заимствованиям. Да, действительно, русский язык многонационален. Тюркские, французские, немецкие и другие словесные узоры крепко вплетены в нашу речь. С каждым годом приходит новое определение термина с заграничными корнями. Это неизбежно. Но любые излишества против гармонии, считает учитель Ирина Григорченко. Откатываться назад в развитии нельзя. На вопрос, будут ли вновь называть, например, театр позорищем, Ирина Александровна ответила. Если мы сами не одумаемся и не поймем, что нам надо, что нам не надо, ведь проблема-то не в языке, а проблема в нас, в нашем сознании, то тогда мы можем называть и позорищем, конечно, и будем пытаться подобрать к любому слову. Опять же, эти эксперименты не на «вы». Вспоминайте Пушкина. «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Иронизирует он Евгений Онегин, когда дает характеристику Татьяне и использует там варваризм. Поэтому вполне возможно, кому-то придет такая идея в голову, но она не приживется. Однозначно время это показывает. Еще раз говорю, все ненужное вымывается из языка. Культуру и красоту речи необходимо взращивать, сохранять, считает десятиклассник Владислав Данилов. И трансформации разговора и письма бояться не стоит, считает юноша. У каждого поколения был свой определенный сленг, допустим, 18-19 века, когда, допустим, сначала учили французский язык, а потом уже только обучались русскому языку. Поэтому я считаю, что это нормально и это проходит. У каждого поколения будут свои какие-то определенные тенденции, которые заимствуются из других стран. Подобные уроки будут проводиться регулярно. Напомним, президент Владимир Путин включил противодействие излишнему использованию иностранной лексики в задачи государственной культурной политики. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации. Виктория Черкова, Данил Сурков, Улправда ТВ.